Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Яна Ермешов. Паводки в этом году наступят раньше времени. Так обещают нам синоптики и сотрудники МЧС. Кстати, совсем недавно прошло совещание с главами районов, городов, чтобы обсудить эту ситуацию и предупредить небожелательные последствия. Но мы помним, что в прошлом году было в Канске. И сегодня у нас в гостях Роман Вичинников, заместитель начальника главного управления МЧС России по Красноярскому краю. Роман Иванович, здравствуйте! Здравствуйте! Раньше времени, давайте разберемся в этом. То есть это на сколько? Это когда ожидать первых подтоплений? По прогнозам среднесибирского СУГМС, температура в марте у нас обещает быть примерно на 2 градуса выше среднем многолетних значений. И ожидаем наступления паводка раньше обычных сроков, в среднем на 10-20 дней. На 10-20 дней, это вот вы мне число назовите примерно когда? Это март, это апрель. Ожидаем начала паводка, то есть подтопления склонными стоками. Это во второй декаде марта. Подождите, во второй декаде? То есть это уже практически может случиться на следующей неделе? Да. Через неделю фактически может начаться паводковый период. Хорошо. Так, а какие районы под угрозой прежде всего? В настоящий момент снегозапасы на территории Красноярского края либо в среднем в норме, либо немного выше нормы. Выше нормы в настоящий момент у нас около 150% это Каратузский район, Курагинский район, Матыгинский район, Туруханский, Ивенкийский и Таймырские районы. Кроме того, мы помним ситуацию со снежными бурями в регионах, которые немного запятны, не Красноярского края, и у нас, соответственно, около 180% снегозапасов это в Тюхтецком и Боготольском районах. Вы сейчас говорите, какие-то такие цифры, 150-180%, то есть почти в полтора, в два раза больше снега в районах. Для красноярцев это непривычно, потому что у нас-то зима абсолютно малоснежная в Красноярске. А, кстати, Красноярск находится в зоне риска или нет? Или красноярцам можно выдохнуть и успокоиться? Сложно сказать в связи с тем, что на паводок очень много различных параметров влияет, поэтому сложно сказать об опасности паводка. Необходимо в любом случае быть готовым к этому. Все зависит от температуры окружающего воздуха, от солнца, которое будет съедать снег, возможного падения осадков в виде дождя. То есть в нынешней ситуации очень возможен паводок, и в Красноярске тоже. Сейчас погода в этом году, она, скажем так, играла больше на руку людям, потому что было достаточно тепло. Но с другой точки зрения, вот с вашей точки зрения, вот такая теплая зима, такая теплая погода, насколько они помогают вам или наоборот мешают? Теплая зима в настоящий момент, скорее всего, нам мешает. Мы видели проблему с нашими зимними паводками в северных районах края, проблемы с установлением зимних дорог, зимних переправ, то есть с доступностью районов края, где нет постоянного автомобильного сообщения. Это наша проблема. Никак это нельзя считать какие-то последствия от этой теплой зимы на паводки. Паводки будут зависеть только от тех условий, которые будут созданы в ходе именно вот этого периода. То есть сейчас говорить о том, что теплая зима, и у нас будет паводков меньше, это нельзя? Нельзя так говорить. Наоборот, создались проблемы в связи с установлением из-за теплого именно времени ледостава на реке Енисея в северных районах края, где есть участки заторошенные. Соответственно, там возможны более серьезные проблемы, чем обычно. А где такие участки? Это Труханский район, Енисейский район, Ярцево, Зотино, Ворогово. Вы называете как раз те самые районы, которые мы из года в год так или иначе об этих поселках, об этих городах, об этих местностях говорим. То есть там так это все и сохраняется. А новые какие-то территории появились, такие, которые действительно в скором времени могут войти, скажем так, вот в этот список наиболее опасных территорий? Пожалуй, нетипичная ситуация у нас происходит. Это Каннск все чаще и чаще у нас. Каннск и вот восточная группа районов. Все чаще они у нас выходят на уровень паводков. Происходит у них чрезвычайная ситуация. Проблема, старая проблема застройки низменных участков местности, отсутствие законодательных механизмов контроля над застройкой этих участков привели к тому, что в старых местах, где никогда не селились люди, постепенно начали выдавать сначала дачные участки, затем эти участки начали застраивать серьезными домами, ставить заборы, строить дороги. Соответственно, водопропускная способность обычных русел, вот этих вот талых вод или мест прохождения талых вод, перекрывается и создаются предпосылки для повышения паводка именно в городе. Вот ситуация прошлого года в Каннске, она вот, вы сейчас говорите, вот это все расскажете, это явилось следствием, вот именно такая серьезная ситуация, возникновение серьезной ситуации. Понятно, что были подтопления в Иркутске, в Иркутской области, потом это донеслось до нас и сюда, были дожди, дожди, но сама тяжесть ситуации, она осталась из-за того, что были застроены вот таким вот образом территории, которые раньше никогда никто не застраивало. Совершенно верно. Вообще это, так скажем, нетипичная ситуация для Красноярского края. Всего за последние 10 лет наблюдалось два таких дождевых паводка. Это Каннский район в прошлом году и в 2013 году Ермаковский район, когда из-за обильных осадков в Саянах произошло подтопление Ермаковского и лесолежащих населенных пунктов. А в чем сложность работы в таких ситуациях? Пожалуй, самое сложное – это их, так скажем, неотвратимость. То есть невозможно предпринять никаких мер для того, чтобы предотвратить это подтопление. Прошли дожди, в любом случае затопило. Единственное, что можно сделать, это предупредить людей для того, чтобы снизить последствия этого паводка. Ну вот сейчас действительно у нас погода меняется, и зимы становятся теплее. Действительно, климат в Красноярском крае изменился за последние несколько лет. Вы меняетесь как-то под климат? То есть ваша подготовка, ваша работа или нет? Совершенно верно. Все эти чрезвычайные ситуации были проанализированы как на краевом, так и на федеральном уровне. В настоящий момент по требованиям президента Российской Федерации проводится оценка вот этих вот затопленных участков местности, внесения их в единый реестр федеральный, и где будет запрещено любое строительство. То есть на Канск теперь будет особое внимание обращаться? В том числе на Канск, не только на Канск. По всей территории Российской Федерации проводится это работа. Нас волнует больше всего Красноярский край. В Красноярском крае тоже. В Красноярском крае более 150 участков определено таких, которые затапливаются, и на всех этих участках будет запрещено строительство. К сожалению, в настоящий момент отсутствуют какие-то правовые механизмы для освобождения этих участков от уже застроенных... Это не только правовые механизмы. Здесь должны быть и экономические механизмы, потому что у людей есть там недвижимость, она официально зарегистрирована, выдано было официальное разрешение, и люди, извините меня, пожалуйста, в этом никоим образом не виноваты. Совершенно верно. Зимнее подтопление – это тоже чрезвычайная ситуация или нет? Или вы к нему уже привыкли? Любое подтопление – это чрезвычайная ситуация. Конечно, угроза жизни и здоровья людей, либо экономики – это чрезвычайная ситуация. Я с другой стороны говорю, что это уже обычная ситуация для Красноярского края, или пока это, знаете, такое, как вы говорите, вот Каннск, Ермаковск – это были два таких из ряда вон выходящих случая, а зимнее подтопление... Вот для меня, например, это звучит немножко диковато, учитывая, какая у нас погода здесь на северах края. Зимнее подтопление, пожалуй, это обычная ситуация. Каждый год это происходит. На северах периодически это в других районах встречается, когда из-за заторных или зажорных явлений происходят переливы дорог, подтапливаются участки какие-то местности, в том числе и приусадебные участки бывает. Манский район часто выстреливает в таких ситуациях. На северах это происходит каждый год. Просто эти периоды бывают достаточно короткими. Устанавливаются серьезные морозы, подымается вода в Енисее, затапливаются либо болота, дороги затапливаются, участки где-то затапливаются, но быстро это все проходит, замерзает, кромка ледостава уходит вверх по течению, все успокаивается, поэтому на это никто не обращает внимания. Это нормальная ситуация для северов. В этом году нетипичная ситуация. Из-за теплой погоды кромка, она стояла очень долго на одном и том же месте, а в месте формирования кромки очень сильно подымается уровень воды в Енисеи. И, соответственно, долгое время не могли дороги сделать, затоплены были дороги. Что нужно знать тем людям, которые живут в зонах подтопления? Я понимаю, что для многих из них эта ситуация привычна, но вот вы называете Канск, опять-таки, возвращаясь к прошлогодней ситуации, вы говорите, что есть еще 150 районов, точек в крае, которые тоже у нас подвергаются риску. Что людям нужно знать? К чему нужно быть готовым? Как к этому вообще можно подготовиться? Ну, во-первых, как я уже говорил, необходимо освободить свои подворья от снега. Расчетить источные канавы, водопропускные трубы, расчетить, подготовить трапы для того, чтобы передвигаться по приусаденному участку. И это должны делать люди сами? Да. На своих участках? Это собственная безопасность. Необходимо подготовить какую-то сумку с вещами первой необходимости, документы, деньги, понимать, где есть дороги, где есть пути для отхода при поступлении воды. То есть необходимо посмотреть вокруг и понять, во-первых, осознать, как необходимо действовать, куда бежать в случае наступления воды. Вода обычно не приходит быстро, резко. Вода подымается постепенно, но тем не менее надо быть готовым, чтобы в это время уйти в безопасное место. Вы доносите это до людей? То есть вы с этими территориями работаете? Вы говорите людям, что именно у вас есть возможность подтопления? Будьте, пожалуйста, внимательны. Обязательно. Ведется постоянный, как я уже говорил, круглосуточный мониторинг. Делаются прогнозы, как долгосрочные, так и среднесрочные прогнозы, оперативные прогнозы. Они доводятся через ЕДДС до муниципальных образований, до людей через как по СМС оповещению, так и по дворовыми обходами. То есть самое основное – это направлено на оповещение населения. Это первое, что необходимо сделать. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Для меня было удивительно, что на следующей неделе у нас уже возможно начнутся поводки в Красноярском крае. Я думаю, что те, кто действительно проживает в зонах, которые каждый год попадают под подтопление, они будут к этому готовы. И будем надеяться, что чрезвычайных ситуаций, тем не менее, в Красноярском крае, связанных с поводками, будет как можно меньше. Спасибо. Роман Личинников, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, сегодня был у нас в гостях. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин